Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы ведем нашу программу, нашу встречу из кабинета главы города Твери Александра Борисовича Корзина. Я очень рад, что именно мне выпало сегодня вести вот эту беседу, потому что Александр Борисович человек удивительный. Для меня, по крайней мере, человек знаковый. Открою вам маленькую тайну. Вы знаете, я знаю Александра Борисовича всю жизнь, и всю жизнь до недавнего времени я его не знал. Вот так вот бывает. Почему? Потому что наши родители, наши отцы были очень близки, вместе работали. И наслышан я про Сашу был в свое время очень много, знаю весь его путь. Но так вот довелось, что мы не встречались лично до самого последнего времени. И вот теперь, и сам став депутатом Тверской городской думы, именно в этих стенах, именно здесь, в момент выборов, я познакомился с Александром Борисовичем Корзином уже совсем в ином качестве. И, в общем-то, это очень интересная ситуация такая жизненная. Ну, я хочу сказать, что лично я и очень многие те люди, с кем я общался, очень обрадованы, наверное, так можно сказать, решением, что депутатский корпус, новый депутатский корпус, избрал именно Александра Борисовича Корзина, главой города Твери и председателем Тверской городской думы. Потому что именно с этим человеком мы связываем, и не только мы, а я имею в виду, что всех жителей нашего славного города Твери, связываем свои какие-то надежды, ожидания на то, что город наш преобразуется, за вот ближайшие годы изменится к лучшему. Вот. И у руля нашего города будет стоять такой, в общем-то, близкий и очень доступный всем, очень вменяемый, очень достойный человек. Александр Борисович Корзин. Александр Борисович, ну, поздравляю. Спасибо большое. В такой ситуации даже не было, честно говоря, такой вот возможности, хоть и собираемся в этих стенах почти каждый день, но сказать какие-то действительно добрые слова. Действительно, очень надеемся на то, что сотрудничество получится. И у меня вот сразу первый вопрос. Не страшно? Вы знаете, Дмитрий, страшно, страшно. И еще страшнее стало после двух недель работы. Вот, вот, вот. Я осознал весь объем тех дел, которых нужно делать в городе, для того, чтобы действительно все жители нашего славного города жили достойно. Поэтому тут проблем много. И в первую голову, вы прекрасно знаете, проблему финансовую. Последние два года у нас бюджет дефицитный. И когда смотрели уточненный бюджет 2012 года, вы при этом присутствовали. И планы на 2013 год, к сожалению, на 2013 год примерно полмиллиарда дефицит у нас остается. Но на то и собралась, наверное, я считаю, хорошая очень группа людей в городской думе, которые профессионально каждый в своем деле. Но когда вместе мы делаем одно дело, я думаю, мы будем делать только благие дела на благо развития нашего города. И дел их очень много, начиная с мониторинга ситуации в дорогах, мониторинга ситуации, значит, в транспорте, мониторинга ситуации в ЖКХ, мониторинга ситуации в социальной сфере. И знаково, что сейчас, правда, под давлением федеральных законов, мы уже обсудили публичные слушания генерального плана развития города и плана социально-экономического развития на 2013, 2014, 2015 годы. И мне, например, первые две недели очень радостно, потому что в комитетах обсуждение вопросов по ведению комитетов идет очень заинтересованно. И приглашаются профессионалы, это администрация города Твери, областная администрация, и стараются в комитетах в нынешней ситуации принять какие-то оптимальные решения для развития города. И ситуация, еще раз повторяю, сложная. Я думаю, вот с такой командой, которая сейчас есть, и как бы выстроены планы работы, интересным является то, что все-таки мы наложили на бюджет города те отчаяния, те просьбы наших жителей, которые в период праймерис, в период предвыборной кампании были. Наверное, это произведено впервые. Нам же очень много было дано таких вот желаний, наказов. Это сделано впервые, и трудно как бы под всеми этими просьбами, наказами финансовую подушечку такую сделать, но мы стараемся, и комитеты все работают заинтересованно. Но единственная просьба, мы как бы не золотые рыбки, и здесь ждать что-то сей минут на каких-то коренных перемен не приходится. Я думаю, нам нужно сдать определенный карт-бланш. Ну, вы знаете, работа ведется каждую минуту, каждый день, каждую неделю, и мы проводим и круглые столы, и проводим встречу с общественностью, проводим прием граждан, и стараемся как бы каждую просьбу решить положительно. А это вот наиболее значимый к тем, о которых я же говорил, это переселение из аварийного жилья, это то, что мы все-таки, значимые события на следующий год за планирование, проектирование нового моста западного, развязки дорожного. Про мост мы сейчас вот отдельно тогда поговорим, Александр Борисович, потому что тема такая, действительно, злободневная. Я просто хочу сказать нашим телевидениям, я думаю, что это такой секрет Полишинели, хочу открыть маленькую тайну. Вы знаете, когда мы договаривались о времени нашей сегодняшней беседы, Александр Борисович, дорогие друзья, предложил, не поверите, какое время, он предложил 6 часов утра. И это не просто какая-то там шутка, нет, просто хочу сказать, что наш глава города начинает свой рабочий день с 6 часов утра, и это каждый день. Вот можете себе представить, какая нагрузка. Он сюда первым приходит, у меня такое чувство, что не уходит вовсе. Александр Борисович, а как вот насчет мотора и завода? Да, насчет мотора будет все в порядке, главное, чтобы это было все... Вы просто переживаете? Нет, главное, чтобы было все в пользу, в пользу, да, да. Поэтому у меня такой режим и всегда был, такой режим всегда, это для меня не новый режим. Но в связи с скопившимися проблемами городскими... Ну, действительно, очень много. Мы все на себе почувствовали, что свободного времени вдруг как-то... Эдимомент-то не стал. Практически нет, практически нет. Просто не стал. Но главное, еще раз говорю, что мы очень рационально это время использовали, рабочие, чтобы действительно вот каждую минуту мы работали на город, на наших трудящихся. Вот сегодня, например, я, как вы говорите, шести часов, я уже принял и союз художников, и вагонно-строительный завод, и представители... То есть народ не спит вместе с вами. Да, и представители управляющих компаний, и представители саморегулярирующей строительной организации. Я еще не всех перечислял, которые... То есть мы не первые далеко, да? Да, вы далеко не первые. Наверное, восьмые или десятые сейчас уже, да. Ну, а сейчас у нас совсем время-то, только-только рабочий день начинается. Ну, наверное, это, с одной стороны, хорошо, но я надеюсь, что все-таки, когда маленечко ситуация устаканится, наверное, режим более мягкий будет, наверное, более человеческий. Я думаю, нет. Хочется верить, потому что глава у нас должен отдыхать тоже. И депутаты тоже люди, в какой-то степени, наверное. Отдыхаю нормально, да. Главное было польза от нашей работы. Но мы все, в принципе, наверное, только для этого и пошли. Конечно. Потому что я знаю, что вы для многих фигура новая, особенно для людей, которые не связаны были с образованием. Поэтому я говорю, а что за корзин, откуда корзин взялся? Я хочу напомнить, что Александр Борисович возглавлял, если я не ошибаюсь, более 30 лет, да? 32 года. 32 года. Тверской колледж. Не возглавлял, а работал. Работал. Ну и возглавлял тоже, 12 лет уже, да. Вся его жизнь, можно сказать, сознательная, такого становления, связана с Тверским колледжем Инии Коняева, со средним специальным образованием. И именно этому человеку мы обязаны тем, что у нас вот это учебное заведение входило, считалось одним из лучших, если, по-моему, даже и самым лучшим оно становилось. Два раза было в последние 10 лет. В России среди всех учреждений, заведений, лечебных министерств среднего специального образования. И Александр Борисович, я просто когда смотрел его тоже личное дело, что целая там куча всевозможных, нехорошее слово, но по-другому не сказать, всевозможных вот собрания, целые наград, грамот, медали там. Это не Александр Борисович, это нашего коллектива, наших студентов, преподавателей. Но все равно в лице директора, преподавателя. А еще одну маленькую-маленькую такую завесу откройте, Александр Борисович. Вы очень часто вместе с депутатским значком носите значок мастера спорта СССР. Да, я мастера спорта СССР погребли на Каноэ, 15 лет своей жизни молодой я отдал спорту, спорту Советского Союза еще в то время. И очень приятные впечатления, это наша грибная база на Волге, потом, значит, на Тверце родная Спартак. Это прекрасные люди. Анатолий Михайлович Цветков и ряд других людей, которые сделали из нас сильных, мощных, здоровых людей, которые потом в жизни после гребли определились в очень хорошее направление. Это и Николай Петрович Ковалев, и его сын, и целая плеяда тех грибцов, которые сейчас у нас делают достижения не только для себя, но и для своего города. Вы знаете, наверное, из четырех видов спорта, которые стали базовыми в Твери и в Тверской области. Это гребли на байдарх и каноэ. Вы знаете, прекрасный феерический успех наших байдаристов и каноистов на Олимпиаде. В Лондоне у нас никогда такого не было, что наш каноист Илья Первухин, значит, занял третье место, бронзовую медаль, да. И байдарист у нас стал чемпионом Олимпийских игр. В один из многих видов спорта, который у нас все-таки еще, да. На уровне Олимпийских игр. Поэтому такой вот задел очень хороший, такой физический, моральный, волевой был в детстве, когда я занимался гребной каноэ. Я так понимаю, что спорт в городе у нас не умрет. Нет, не только не умрет, он будет развиваться. Планируется строительство базы грибной новой. Это очень значимо вообще для города Твери. В каком месте она будет? Причем две базы планируется и на Волге, одна база грибная и одна база на Тверце. Это очень долгожданное, вообще долгожданное мероприятие. Тем более, насколько я знаю и вижу, что у нас вот где речка Соменко как раз впадает в Тверцу. В Тверцу, да. Там у нас получается такой всепогодный, незамерзающий участок для занятий. Особенно для молодых грибцов, потому что более профессионально, кто езжает, естественно, в Краснодар, на сборы в Южную регион. А здесь можно здесь. Круглый год у нас мальчишки и девчата, они тренируются. Здоровье нации, здоровье людей. Слава Богу, что есть, да, со спортом решили. Александр Борисович, ну вот а теперь вернемся, наверное, к главным нашим проблемам. Вот смотрите, мы сегодня добирались на это интервью, и было опасение, что не сумеем успеть. Да, вот я, например, живу в Заволжском районе, и вот добираюсь сюда, особенно если это вот какие-то в пиковые часы, но действительно это стагнация полная, то есть транспортный коллапс. Очень важный вопрос. Это уже не то, что мы пугаем, когда-то несколько лет назад, мы все время говорили, что стаген тоже станет, но это уже случилось, то есть сейчас это уже данность. Знаете, это, наверное, тоже одно из первых дел, которые мы будем совместно с нашей командой разруливать как-то, особенно вот за Волг, сегодня вот и вагонники у меня были, жаловались и добраться до работы, да, вот невозможно. И после работы они вынуждены где-то вот, начиная смена, вторая смена, полдвенадцатого, когда уже городской транспорт как бы на исходе, они закупили свои троллейбусы, у них свои автобусы, разводят по разным точкам города. Но сейчас мы говорим о пробках, о трафике, которые у нас в городе есть. Значит, мы планируем, что, какие наши действия. Во-первых, скорректировать транспортную схему, которая есть вот в генеральном плане за то время, которое осталось. Но мы здесь можем как бы минимизировать. Ну, освободить центр от машин, во-первых, от стоянок машин. Есть примеры, ну, ближе, пожалуйста, 170 километров в Москву, они освободили сейчас. Значит, сделать муниципальные стоянки, где есть, конечно, возможность, это хорошо так говорить, значит, сложнее сделать, сделать платные стоянки. Люди до центра, давайте, как цивилизованный европейский город, там, кто на велосипеде, кто пешком, поставим везде от стоянок знаки, до центра 5 минут, 10 минут, 12 минут. Во-первых, разгрузим центр города, ну, во-вторых, и денежки в казну у нас пойдут. Это тоже немало. И я думаю, да, значит... Время заставляет нас, видимо, прийти к этому, может быть, люди подумают, что это не популярное решение, но другого не дано, и весь мир, в принципе, идет по этому пути. Ну, и будь довольна, отдайте вы там 100, 200, 300 рублей, я не знаю, надо это все посчитать, да, и пусть машина ваша стоит на стоянке. Вы прийти к месту, да, не хотите отдавать, пожалуйста, за километр, за полтора ставьте, добирайтесь на общественный транспорт, тоже будем использовать общественный и социальный транспорт. Помните, в Таллине, старый город, центр, да, ставят шлагбаумы, въезд достаточно недорого, но каждый день подумаешь. Ну, наверное, значит... Ну, это тоже один из вариантов, тоже один из вариантов, да, решение. Поэтому транспорт, например, серьезный, тем более, что, ну, я не знаю, недоработка, конечно, будем это все поправлять, это съезд вот с моста Южного, там построили новый дом, там тоже как горлышко в бутылочке, да? Вот об этом, конечно, да, вот такие вещи. Я вот тоже вхожу в комитет по градостроительству, специально туда записался, вот, и проблем очень много, и хотелось бы, чтобы вот мы... Очень радостно, что мы это все осознаем. Вот вы имеете в виду вот тот здание с магазином, да, да, конечно, конечно. Ну, вот вы не усматриваете в таких вот вещах какую-то некую коррупционную составляющую дополнительную? Ну, наверное... Мне кажется, что люди, которые едут в троллейбусах, в машинах, об этом говорят все напрямую. Только ругаются, наверное, да. Это как бы очевидно, да, за руку никто не поймал, не держал, но есть вещи очевидные. Да, о коррупционности, но я могу сказать о несуразности, нелогичности, что в этой постройке... Вы знаете, я всегда говорю, что когда чиновник городского уровня достаточно, да, серьезного, принимает какие-то решения, которые... от которых явно как-то дурно пахнет, да, то здесь ведь два варианта возможных, да, либо это по великой дурости, либо это... Или за какой-то интерес. Очень за хороший интерес, да. Но, как говорят, что у нас дураков не держат, да, тогда остается... Остается один интерес, да. Да, а если ты уж оказался дураком, то, наверное, все равно не место. Но, к сожалению, вот о чем вы говорите... Как вот хотел сказать, как раз к чему веду. Люди от нас, идя на выборы, голосуя за Единую Россию, вот прежде всего, да, они в своих пожеланиях, ведь вы открыто говорили, что мы ждем, что вы наведете порядок в администрации города и районов. То есть, вот что можно сказать нашим зрителям и читателям газет в местное время? Как будет строиться у нас в ближайшее время политика назначения или соответствия людей, занимаемых должностям в исполнительных органах власти? Вы знаете, наверное, так, как это должно быть по их профессиональной пригодности. Если человек на своем месте в администрации города Твери или администрации районов, он работает неэффективно, нет никаких результатов, естественно, он не должен там работать. И у нас есть совершенно законодательные рычаги, сейчас, чтобы искать более профессионального, более перспективного, более думающего человека. Поэтому, я думаю, от слов мы скоро перейдем к делу, потому что сейчас вот... Но этого ждут от нас. Да, да, да. Две недели, значит, мы адаптируемся. Одни и те же лица, они ходят по кругу, меняя свои должности, из одной отрасли переходя в другую. Но, в принципе, по большому счету, ничего не меняется. Это все те же люди, которые уже друг с другом на короткой ноге давно и, в принципе, ничего не меняется. Я думал, думаю, настал тот момент, потому что, ну, я, как сам исконно тверетянин, и вы, вы не сможете объяснить нашему избирателю, почему там чиновник Х или чиновник Игрик имеет столько нареканий и со стороны жителей, и со стороны, ну, вообще группы лиц, каких-то общественных организаций работает. Поэтому я привык к правде смотреть в глаза и людям смотреть в глаза. Поэтому, я думаю, те люди, которые неэффективны, они не будут работать. Я не могу сказать период, что там сегодня, завтра и так далее. Ну, естественно, конечно. Это вопрос не одного дня. Не одного дня. Но что этим вопросом... Мы будем заниматься, но без него просто нельзя. Без него не поправишь те проблемы, о которых мы говорили. Хотелось, чтобы вот как раз вот из ваших уст это люди услышали. Он будет, он будет, да, этот процесс. Потому что вот если взять даже вот до смешного, то, что делалось этой весной, часть дорог, я смотрю, как вот еще зима не наступила, а покрытие уже начинает разваливаться. То есть весной их не будет снова однозначно. То есть мы снова наступим на те же грабли, опять в экстренном порядке, чиновники поставят депутатов перед вопросом, что нужно принять, нужно пойти на дополнительное финансирование. Деньги реализовать там и так далее. Ну, я думаю, вот от тех моментов, которые дают только отрицательное, ну, нужно просто отказываться, нужно переломить вот этот ход событий. Потому что давайте скажем откровенно, да, нашим жителям города, что в настоящее время, вот сейчас принимая изменения к бюджету 2012 года, да, и даже... И 2013-й, 2014-й. И 2013-й, 2014-й год, в какой-то мере мы работаем просто как попки, по факту вынужденно принимать и латать то, что все равно нужно принять. Вы абсолютно правильно говорите. Я думаю, народ-то это понимает, что мы сейчас как бы революции не делаем, а вот на бюджет уже... Чтобы хотя бы это сработал механизм, запустился, да. Да, но я должен сказать, что, Александр Борисович, надеюсь, это подтвердит, что мы будем все-таки вносить коррективы, да, постоянные в работу. Да мы даже сейчас второй, третий чтение у нас будет, вы же знаете, мы только в первом чтении приняли бюджет, мы обязательно будем сделать изменения, которые, ну, необходимы людям, это строительство и социального жилья, и многие другие моменты, которые как бы на первом этапе не входили в план наш. Да, то есть все эти вещи обязательно появятся. Они уже появляются, они уже в проектах есть, да. Ну, за счет какого-то, вы понимаете, денег как бы с неба нам не падает, значит, надо где-то отнять, чтобы куда-то добавить, да. И надо вообще эффективно вот нашу собственность и нашу землю использовать города. На мой взгляд, сейчас она пока неэффективна использоваться. Неэффективна. Надо специалистов привлечь, чтобы действительно... Конечно, главный вопрос, с которого я не дал вам сразу на него ответить, ну, в общем-то, он, ожидаем всеми, и все задают эти вопросы, вот, и к нам в редакцию обращаются, и на телевидение, ну, и просто вот депутатов спрашивают даже на улицах, все-таки будет ли мост через Волгу в районе, ну, вот как всегда говорят, площади Варны Геннадия. Называется условно запад, мост западный, да. Вы прекрасно знаете как депутаты, наверное, как граждане, что мы на следующий год, ну, в 2013 год уже запланировали деньги на проектирование, естественно, на условиях софинансирования, с областным бюджетом. Но мы это еще просто не озвучили. Да, для города это приличные деньги, порядка 240 миллионов рублей, мы запланировали уже в бюджет 2013 года. Но это не скорый процесс, мы тоже по мгновению волшебной палочки его не построим, примерно год будет идти... Поэтому, я думаю, год минимум, а потом строительство, ну, какой, 13-й, 14-й, 15-й год, наверное, не раньше, когда будет у нас мост. Хотя, честно говоря, вот вы спрашивали о гребле, и еще, ну, пацану где-то в 70-м году в этом же месте насыпь уже делали для моста. Представляете, это... И плиты лежат. Да-да-да, 41-й год назад. Помните, да, это было? Конечно. Поэтому мы вернулись 40 с лишним лет назад, что это действительно... При советской власти не успели. Не успели, да. Будем в России это делать. Потом 20 лет было потерянных. И вот сейчас, то есть, получается, в общем-то, мы в великое время попали. И хотелось бы, чтобы действительно именно вот в этот период вот эти глобальные какие-то изменения в городе все-таки начали происходить. Потому что давайте, дорогие друзья, скажем откровенно, что мы 20 лет жили, ну, в общем-то, проживали их. Без каких-то революционных инноваций, без ничего. То есть город на самом деле ведь практически не развивался. Если мы делали дороги, то мы не делали дороги, молотали дыры. Тротуаров не делали. Тротуаров мы практически не делали. Велосипедных дорог не делали, да. И сейчас их крайне мало. Но это уже... Заграница теперь уже не только... Тоже в моей любимой Финляндии. Не только на велосипедной дорожке, но там зимой лыжные дорожки, лыжные трассы освещенные. И для ходьбы, и для ходьбы. И для ходьбы с палочками. Как это сейчас вот очень модно, и говорят, очень полезно для здоровья. Но плюс к этому там еще и дорожки для езды на роликах. Вот я знаю, что, например, люди, работающие в городе, живущие в Эпиранте, ездят на работу в город Иматра за 28 километров на роликах. Да, да. И причем едут и пожилые, и молодежь. Вы знаете, это уникальное зрелище. И решение транспорта, проблемы, и здоровье. Да, абсолютно. При этом вроде вокруг окружения сплошная тайга. Тайга, тайга. Лес. То есть, не все страшно. То есть, было бы желание, да, было бы единое осознание всех жителей и осознание руководства тех же целей. Да, я думаю, что все вполне по силам, все может получиться. Я думаю, будет сложно, но должно получиться. Александр Борисович, да, вот исходя вот из моста, конечно, даже строительство моста, оно не изменит коренным образом ситуацию. Конечно, это будет великое подспорье в решении транспортной проблемы. Но вот на мой взгляд, как вы считаете, что мы сейчас должны, вот несмотря на трудности, вот уже в чтении вот этого, в просмотре бюджета, пересмотреть всю схему транспортного движения, особенно общественного, по городу Твери. Это абсолютно правильное незамечание или предложение. Потому что одно из первых дел, которые мы сейчас делаем, мы рассматриваем генеральный план, это транспортная схема. Мы уже встречались с министром транспорта, с Уязовым, обсуждали проблемные вопросы, встречались с другими специалистами, и на этой неделе будут встречи, потому что это главное. Никакой генеральный план нам не поможет в развитии города, если нет хорошей транспортной схемы. Но у нас и ограничены как бы и возможности. Если старый город взять, старую Твери, мы здания не передвинем никуда. То есть один из вариантов, я вам говорил, это платные парковки, муниципальные парковки, освобождение от транспорта центра города. Это не только вот одну улицу сделать пешеходную, а ряд других. А что касается такого транспорта народного, трамвая и троллейбуса, их надо, конечно, сохранять. И худо-бедно в этом году мы уже 7 автобусов получили. Вот, как раз, Александр Борисович, очень неприятно слышать это от вас. Ведь смотрите, что происходит. То есть мы решаем транспортную проблему как бы с двух сторон. С одной стороны, мы должны строить какие-то улицы-дублеры, дополнительные развязки, где-то, возможно, когда-нибудь появится в городе у нас и подземный пешеходный переход. Тоже, наверное, необходимость к этому есть. Есть необходимость в каких-то местах расширить дополнительные полосы движения, сделать, да, на улицах. То есть так называемые, мы должны продумать магистральные схемы движения магистрального, обходные схемы. Убрать, кстати, возможность, самовероятность даже проезда транзитного транспорта через город. Вот сейчас, смотрите, у нас и по поселку Лосманенко, и по улице Кольцевой, и по Заволжью, и за Тверичью транспорт идет через город. Мало того, идет через город. Идут фуры, они создают заторы, то есть это создает негативные отношения. Вот. Ну и потом, смотрите, во всем мире при создании городской схемы, вообще, городского планирования, да, и транспортной составляющей движения общественного транспорта, ведь не секрет, что на первом месте идет, сейчас, кстати, вообще во всех странах, и на Западе, и в США, на первом месте вышел трамвай, как ни странно. Двести пять муниципалитетов США подали заявку на строительстве в их городах трамвайных линий. Двести пять городов. Вот за тот год, это официальная статистика, это в самых развитых Соединенных Штатах Америки. Все западные столицы Европы давно перешли на трамвай. Трамвай – это выделенный транспорт, это, он может не мешать другому движению, да, особенно. А у нас происходит наоборот, вот мы с вами уже об этом говорили, что, вот, больно смотреть. Кстати, вчера, вот, звонят жители, кстати, пожилые люди, которые вынуждены обращаться в шестую городскую больницу, что такое, перестали ходить трамвай 10-13 маршрутов. Вот я, кстати, вот, еще вам не успел сказать об этом, да, вот я говорил с Борисом Арахиловым, который у нас углавляет департамент, да, вот он объяснил, что это происходит из-за того, что там что-то с путями, какое-то нарушение. Но это и в прессе было, не только, он объяснял, и в прессе было напечатано. Но прозвучал, вы знаете, очень настораживающий момент, который я уяснил для себя, что очень дорого ремонтировать, и пока нету подрядчика, и вообще в наших планах снять трамвайное движение с улицы Орджоникидзе, проспекта Победы. То есть вот я опять наблюдаю со стороны чиновников умышленное решение вопроса с убиранием трамвая из города. То есть, что я считаю в корне неправильным, потому что сначала основной перевозчик трамвай, далее идет троллейбус, потом идет магистральный автобус, и только потом уже маршрутка. Вообще в странах мира, в других, в развитых городах маршрутного движения нет. Маршрутка – это как транспорт доскока от малонаселенного района до ближайших каких-то станций, где уже в Москве это, допустим, метро, может быть, у нас это уже трамвайные остановки, троллейбусы, ну, до каких-то развязок. А у нас получается, что весь транспорт, посмотрите, я вот сейчас смотрел схемы движения наших маршрутов, маршрутных такси и автобусов, что уже практически стало одно и то же, да, они все стараются максимально навесить на себя все районы более-менее, и все идут через центр. И вот, кстати, именно от этого создается как раз вот это вот транспортное неразберихо. Во-первых, люди не понимают, кто куда едет, потому что маршруты их просто необъяснимы. А во-вторых, они все обязательно едут через центр. Вместо того, чтобы, допустим, ехать с пролетарки или с областной больницы в сторону, допустим, Бравлева, он обязательно едет через центр. Хотя это можно проехать по окружной дороге, да, если у вас такой маршрут. То есть я думаю, что здесь вот и депутатам, и нам всем вместе, в общем-то, с учетом пожеланий жителей, нужно очень крепко думать. Вот такой клубок проблем поднялись. Клубок. И совершенно правильно, я могу просто немножко уточнить, что, допустим, ну, начну с последнего, с маршруток. Вы знаете, что у нас легальных маршруток только два, которые отыграли на конкурсах. Все остальные есть нелегальные. Да-да-да-да-да-да-да-да, это для вас... Это даже для меня. Да-да-да, это первое. Второе, ну, во-первых, это мимо кармана муниципалитета и так далее, которые мы эти денежки могли бы затратить. Второй момент, значит, что касается трамваев и так далее, в вашей любом Финляндии, в Хельсинки тоже я подтверждаю, что только трамваи в столице великолепные, скоростные. А в центр въезжает только трамваи? Да. Кстати, движение по центру? Поэтому, значит, по маршруткам. У меня какие сейчас будут предложения, уже вот видения, и мы обсуждали этот вопрос уже со специалистами, это определить так называемый социальный маршрут, который даже не надо отыгрывать на конкурсе. Обязать маршрутчиков, перевязать людей, социально значимых для нас, с какими-то минимизированными суммами и так далее. Хотя мы, наверное, единственные, которые с 2005 года не меняли стоимость социального билета проездного. Это 64 рубля с 2005 года, сейчас с 2012 год, да. Поэтому тут есть пути решения проблем, в том числе определения социальных маршрутов, в том числе замена этих газелей, значит, которые уже не умевшие. Это уже просто анахронизм, конечно. Сейчас же есть у нас и Ситроэн, есть и Форда, есть и Мерседес, они появились. То есть надо давать маршруты тем людям, называть их социальными, значит, определять какие-то обязанности, делать какое-то для них обременение. Им будет это выгодно, и городу это будет выгодно. И в конце концов сделать все это легально, не говоря уже там о нашем автовокзале, где появились какие-то фирмы, там типа Парус и так далее, которые тоже ездят мимо указанной города. Честно говоря, поэтому вот мы сейчас бюджет формируем и смотрим, да, мы теряем там 360 миллионов на снижение аренды, значимым там работникам искусства, художественной школы, значит, Красному Кресту, донорам и так далее. Это нужно, да. Ну давайте мы эти деньги хотя бы соберем с тех моментов, которые я сейчас говорил, только с транспорта и со стоянок можно больше денег взять. Надо все посчитать, надо сделать стандарт какой-то, значит, центра города. В свое время один, не буду называть фамилию, бывший глава администрации нашего областного центра говорил, зачем мне нужны ваши трамваи и троллейбусы, в них надо столько вкладывать, это сплошная головная боль. А маршрутки сами несут деньги, и они прекрасно справятся со всеми проблемами. Вот к чему эта политика привела, то, что мы как-то с нашими журналистами встали на Тверском проспекте и просто сдались целью. Сколько же у нас проходит маршруток? Вы знаете, каждая третья машина, это маршрутное такси, каждая третья. То есть уровень перевозки слабый, а о том, что кто сидит за рулем, это вообще особый вопрос. Это особый разговор, да, это 80%. Я вчера, я уже сам лично дважды попал в ДТП по вине маршруточек. Вот, и люди возмущены, и правильно, это абсолютно верно, потому что в родном городе порядок надо наводить, и я надеюсь, что это будет сделано, и, как говорится, мы все смотрим и равняемся на вас, и очень приятно, что мы находим вот такой отзвук и понимание полное, как говорится, не только со мной, как с вашим коллегой, да, но вот все, что я говорил, это не только моя выстраданная боль, да. Эти все вопросы, это пожелания людей, с кем приходится каждодневно общаться, наших вот простых жителей города, вот. И сегодня я, может быть, нужно было в первом интервью говорить о чем-то другом, но я не смог себя переломить, потому что люди от нас ждут действительно некрасивых фраз о том, как будет хорошо, какие-то вот эти обещания. Я думаю, что это никому не интересно на самом деле. А вот те проблемы, которые мы собираемся решать, которые мы видим, чтобы они почувствовали, что у нас вот это тоже боль, задеты наши струны, нашей души. Я думаю, вот это самое главное. Если нам удалось это донести, я думаю, что мы сегодняшнюю беседу провели с вами не зря. Александр Борисович, огромное вам спасибо. Спасибо вам. Успехов вам, здоровья. Мы за вас очень переживаем, потому что такую титаническую нагрузку, вот я действительно при всех это говорю. Нормальная нагрузка. Нормальная. Так что дай Бог вам быть у руля и вести наш корабль под названием «Тверь» в правильном направлении. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.